В среду в Москве состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе. Главная тема — реализация в регионах округа национального проекта здравоохранения. Губернатор Тверской области принял участие в официальном мероприятии. Все подробности в первом материале выпуска. Тверская область участвует во всех направлениях реализации национального проекта здравоохранения. Для развития первичного звена устанавливаются фельдшерско-акушерские пункты, модернизируется служба скорой медицинской помощи. Идет переход на современный формат работы с пациентами в поликлиниках. Также формируется соединенная система медицинских центров и отделений сердечно-сосудистой, онкологической и перинатальной. Есть необходимость доукомплектации ФАПов по той программе, которую мы начали реализовывать с 2016 года. Сейчас порядка 70 ФАПов уже установлено новых. Я думаю, что эта цифра должна быть удвоена, исходя из наших потребностей. Мы предлагаем пересмотреть прием иностранных студентов в сторону возможной минимизации и все возможные мощности подготовки специалистов направить на подготовку кадров для реализации национального проекта. Чем быстрее мы запустим этот процесс, тем быстрее будет получен результат. По мнению Игоря Руденя, один из ключевых проектов для развития Тверской области – улучшение демографической ситуации. Губернатор поставил задачу сформировать в Верхневожье современную доступную систему медицинской помощи населению. Предложение, которое мы считаем очень актуально, это реновация детских поликлиник, которые находятся на первых этажах жилых домов, потому что поликлиники уже должны отвечать более современным требованиям. У нас опыт уже такой есть. В Тверской области мы в городе Твери этот проект реализуем уже в этом году и считаем, что его надо масштабировать. С 2020 года планируется начать строительство детско-областной больницы в Твери. В комплексе с перинатальным центром будет сформирован современный высокотехнологичный медицинский кластер, оказывающий весь спектр медицинских услуг детскому населению с первых дней жизни. Продолжение следует...